Великой Отечественной Светов это дань их памяти. Великой Отечественной По понятным причинам таких масштабных мероприятий, как парад военной техники, в Рязани не проводили. И протокол выглядел довольно скромно. За основным московским смотром следили на большом экране. А для губернатора установили небольшую импровизированную трибуну. 9 мая особый день в истории. Мы обязаны оберегать, поддерживать и защищать историческую правду. Об этом говорил Николай Любимов. Пандемия, по его словам, конечно, спутала все планы, но поздравлять ветеранов в этот день адресно все равно будут. Мы не могли допустить того, чтобы наши самые дорогие люди в эти дни остались без внимания. Уже вчера в тех дворах, где живут ветераны, начали проходить концерты. В знак благодарности за их подвиг, за мир и ясное небо, которое они подарили нам всем. Уважаемые друзья, чтобы не провоцировать распространение коронавирусной инфекции, многие мероприятия сегодня проходят в онлайн-формате. При соблюдении ограничительных мер вечером здесь, на Площади Победы, мы проведем торжественную встречу курсантов с парада на Красной площади. Но сейчас по улицам Рязани отправится мобильный десант. Мобильный десант – это несколько грузовиков с артистами и студенческими коллективами. За хорошее настроение ветеранов теперь отвечают вот эти девушки, можно сказать, с обложки какой-нибудь одной из военных газет. Форменные плащ-палатки, пилотки и лучезарные улыбки. Маршрут таких вот фронтовых бригад пролегал через весь город, в каждом районе которого концерт и всеми любимые военные песни. Мы про шага в землю, это деду приближай, господи, это деду шек-палатки. Музыка Песню «А мы совсем войны не знали» сегодня исполняют только для одного зрителя. В импровизированной ложе сидит ветеран Великой Отечественной войны Стеновая Анастасия Михайловна, а песни для нее исполняют ученики детской музыкальной школы номер один. В первую очередь это их личное желание. Все ребята согласились с огромным удовольствием, подготовили программу, предложили несколько произведений на выбор, но вот мы отдали предпочтение песням военным, патриотическим. Концерт проходит в рамках акции «Подари праздник ветеранам». 8 и 9 мая в регионе воспитанники музыкальных школ, общеобразовательных и творческие коллективы поздравят всех рязанцев, ветеранов войны. На сегодняшний день их 211. И для каждого заготовлена своя программа. В души пыли прочнее, стали, они боят за Россию, полы. Их память вечно хранит, а в элисках хранит. У Маргариты заигрывая воевала прабабушка, она была санитаром. И выступление у девушки особенное. Хочется выразить благодарность всем ветеранам войны. Я хотела бы сказать, наверное, спасибо этому человеку, что она спасла нашу страну всю. И надо ее как-то благодарить. И вот этот концерт поможет нам это сделать. Акция «Подари праздник ветеранам» проходит в Рязани впервые. На большой отклик не рассчитывали, поэтому результат приятно удивил. Ветераны улыбаются, подпевают, а порой и вытирают слезы. Их поздравляют во дворах, на балконах, в подъездах. Спасибо сегодня говорят всем и каждому. И подобную акцию планируют провести и в следующем году. Поздравляем вас с Днем Победы. И благодарим за жизнь, свободу и мир, который вы нам подарили. Мы любим вас. Мы гордимся вами. Поздравляйте! Прадеда Михаила Одинокого призвали на фронт в 18 лет. Мужчина воевал в 42-го года. С фронта вернулся живым. Дома он стал настоящим героем. Он был санитаром-медиком, помогал вытаскивать раненых с поля боя и совершил два подвига, за которые был награжден орденом Красной Звезды и медалью за отвагу. Михаил участвует в акции «Бессмертный полк» с 2015 года. А когда мероприятие стало проходить в онлайн-формате, перешел с центральных улиц города в интернет. Фотографию и всю информацию о прадеде загрузил на сайт. Теперь предстоит модерация. Этим занимается Александра Питерская. Я захожу на сайт, отсматриваю заявки. И какие-то заявки я пропускаю, какие-то нет. То есть в зависимости от того, если меня что-то не устраивает, я отправляю на дому модерацию. Есть модератор-волонтер, а есть историк. Он проверяет всю информацию о ветеране и может отказать участникам по своим причинам. Например, в прошлом году, говорит Александра, в «Бессмертный полк» присылали и фотографии фашистов. Такие заявки, естественно, блокировались. Но если год назад этим занимался волонтер, то теперь это происходит автоматически. Сайт стал лучше как для модераторов, так и для участников. Если в регистрации откажут, то на почту придет сообщение, в котором объяснят причину. Если же все хорошо, то в письме сообщат, когда и во сколько можно будет увидеть своего члена семьи в онлайн-шествии. В 2020 году акция «Бессмертный полк» продолжалась 20 дней. В этом только 9 мая. Для меня это символ памяти, что наши герои, которые воевали за наше мирное небо, они их всегда будут помнить. Можно сказать, это парад победителей. В этом году эпидемиологические ограничения сыграли свою роль. Участники акции надеются на то, что уже в следующем они плечом к плечу смогут пройти по центральным улицам города с фотографиями и историями своих победителей. Начало войны труженица тыла 97-летняя Вера Александровна Меркулова встретила выпускницы Спасской средней школы. Тот роковой день она помнит практически поминутно, потому что именно он стал отправной, трагической и тяжелой точкой в ее жизни, как и для всего советского народа. Мама в это время была выходная, в воскресенье было. Нужно было постигать белье, у нас не было мыла. Она меня послала в магазин, там все полки были пустые. Ничего не было. Теперь начались воздушные тревоги. Все смастеровки обязательно. Эти воздушные тревоги очень были неприятные. Как и любая другая на ее месте, Вера отправилась с подружкой в военкомат, добровольцами, в 17 лет. Обман быстро раскрыли и их просто отправили учиться в Рязанский пединститут. Затем возвращение домой, в Спасске долгие ночные смены в местном госпитале. Перевязочных материалов не доставало, поэтому, как вспоминает труженица тыла, их просто стирали. Мы утром ходили, ухаживали за больными, стирали эти бинты. Я помню, в первой школе у нас была практика такая. Мы воды не было. Внизу на первом массаже привозили искатки. Привозили воду, мы брали ее искатки, стирали бинты. Потом их кто как кто брал домой сушить, кто сам сушили, у чугов гладили. Уход за больными и ранеными стал основной ее работой. Окончание войны она встретила в Москве. Студенткой столичного мединститута. Вера Александровна вспоминает, какое было ликование на улицах. Людям в военной форме просто не давали пройти. Их брали на руки и качали. Ей же самой в душу врезался момент массового выбрасывания советскими солдатами штандартов дивизии вермахта. Несли, тащили знамена побежденных. Вот целые кучи, их так не брежно. Перед парадом победы, он же был не 9 мая, первый парад. Первый парад был, наверное, в июне месяце. Уже потом регулярно стали 9 мая парады. И вот эти знамена тащили, примерно их у спасших ворот там бросили. Я была на первом параде, в институт не ходил. Все медали труженицы тыла юбилейные, но вряд ли только лишь металлом можно оценить ее вклад в великую победу. Спасенные жизни никто не считал, да и кто их считает у медсестер. Вера Александровна Меркулова великую отечественную и сегодня пропускает через себя. Память регулярно возвращает слезы на щеки этой сильной и волевой женщины. Потому что война не пощадила многих ее родственников и друзей. Никто не забыт и ничто не забыто. Этим советским лозунгом она живет до сих пор. В 97 лет. Вот медаль за боевые заслуги фронтовая. У меня еще есть, но я их не ношу. Вот, тяжело. И вот стояла я на посту, да, и подъезжает ВИГИС, выходит полковник и генерал танковых войск. Он мне, генерал, приказывает. Сейчас мы уедем, а ты побежишь, пока сердце остановится, вперед. Пойдут танки 12, ты должна вернуть их. Татьяна бежала 3 километра, но советские танки ей удалось остановить. За это и получила медаль. Техника шла в немецкую ловушку. И после войны ей обычные регулировщицы-танкисты писали спасибо, что спасла жизнь. Татьяна Лемешева ушла на войну в 43-м. Два ее брата попали в плен, однако про одного домой пришла похоронка. Тогда еще девушка попросилась добровольцем. Я написала в Кремль, Ворошилову, и попросила, чтобы меня взяли на фронт, чтобы меня пропали, то есть погибли братья, я хочу то-то-то-то. И через, наверное, недели-две прислали, оттуда прислали, Ворошилов подписал, что ваша просьба будет удовлетворена. Через неделю 16-летняя девушка отправилась на фронт. Сначала ленинградский, а потом прибалтийский. Татьяна Лемешева стала регулировщицей на военной автомобильной дороге 20. По ней двигались танки, автомобили, пехота, и словно генерал их перенаправляла хрупкая рязанская девушка. Я помогала их в связи, тянула их в связь, когда приказывают, и помогала родинам, и все. Вот стою на посту, и идет мужчина, то есть мужчина, боец идет. Тут у него винтовка лисит, высокий, здоровый парень. И вот тут руки у него, и вот я говорю, ты чего? Он говорит, подними гимнастерку. Я подняла, он держит кишки. Он тяжело ранен, а вот идет. Татьяна остановила машину и усадила бойца в транспорт. Он выжил, потом тоже писал ей письмо с благодарностью. Победу девушка встретила в Лебаве. Легла спать после смены, а проснулась от канонады. Говорит, палили изо всех орудий. Когда выбежала из палатки, ей сказали, кончилась война. Это мой дорогой настоящий праздник. Связан с жизнью моей был. Вы думаете, так себе. Я не раз умирала там. Должна была погибнуть. В войну можно говорить про нее все, что угодно. Ее надо видеть своими глазами. Я вот девочка, а все у меня осталось здесь. Домой она вернулась 30 июля 45-го в звании ефрейтора. Двое братьев тоже живы, вернулись с фронта. О войне теперь напоминает только эта фотография, единственная сохранившаяся с тех времен. Снаряд попал в землянку, и все карточки сгорели. Война уже не снится, остались только воспоминания. И гордость за свою страну и за героев, которые ковали эту победу. 9 мая отмечается не только День Победы. Свой праздник ежегодно встречает велосалон Евроспорт. Ровно 20 лет назад он открылся под названием «Радуга Спорт». Тогда велосипеды продавались буквально на тротуаре. Сейчас велосалон занимает три этажа торгового дома «Радуга», построенного для любителей активного отдыха и профессиональных спортсменов. И благодаря вам, рязанцам, нашему коллективу, благодаря администрации города Рязани, мы сумели построить современный велосалон. Мы сегодня вышли на уровень, когда с нами заключили прямые договора. Такие заводы, как «Форвард», такие заводы калининградских, как «Новотрек». Мы являемся официальным представителем города Рязани. В наличии и под заказ в Евроспорте можно найти более двух тысяч велосипедов. Компания сотрудничает с заводами отечественных и мировых брендов. Если сегодня говорить об этом магазине, о велосалоне, то представлены на трех этажах велосипеды разных производителей и на разную возрастную категорию. На профессиональных велосипедистов, а также на детей и любителей здорового образа жизни. На первом этаже у нас представлены брендовые, современные велосипеды. Цокольный этаж – это подростковые. И на втором этаже у нас детские и дошкольного возраста. 9 мая в честь юбилея велосалона все покупатели получили хорошие скидки и подарки. Осуществлялась бесплатная отправка спортивного инвентаря в другие регионы. Ведь за счет ценообразования в Евроспорте товары разлетаются по всей России. Мы имеем преимущество у конкурентов. Благодаря тому, что мы не платим аренду, благодаря тому, что мы делаем предзаказы, являемся официальным представителем заводов, мы можем теперь поконкурировать во всей России. Консультанты, работающие здесь, сами занимаются спортом, поэтому с легкостью могут подобрать необходимую модель велосипедов, роликов, скейтов, коньков, гироскутеров и самокатов. Самое распространенное в этом году – это самокаты. Даже пенсионеры, не только дети, катаются на самокатах. Это вы можете увидеть в лесопарке, в наших городских парках. Люди понимают, что движение – это жизнь. В день юбилея велосалона сотрудники желают гостям и жителям Рязани меньше сидеть дома, заниматься спортом, в том числе на природе. И хотят еще раз поздравить всех с Днем Победы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова